Внимание! Приготовились! 16 миль в час Так, наконец-то компания Tesla авторизовала мне доступ полностью к автомобилю У меня есть теперь вот такое вот прекрасное приложение на моем телефоне Которое показывает все абсолютно функции И могу сказать то, что функция езды до 100 км в час за 5,5 секунд открылась И сейчас мы будем, вернее я буду, и с Юрой здесь рядом сидит оператор Буду демонстративно вам показывать, как эта петрушка вся работает Внимание! Приготовились! 16 миль в час 60 миль в час Внимание! Приготовились! 16 миль в час Так, Николай, уважаемый технологический технишин Решил попробовать автомобиль Говорит, дай-ка попробую, а потом возьму себе тоже Давай, Николаешка Ёлки! О, рекуперация после? О, рекуперация! Дааааааа Как поедем? Тормозной будет, да Даааа Ну, чё так тебе, где мотор? Мотор не работает Не слышу, но мотор Почему говорит, где мотор? Неисправная машина Вот Мне подходит Подходит? Давай Под жопу До конца, до упора Вал, что ли? хорошим всем советую почему я все-таки выбрал заднеприводную теслу и сейчас я вам буду показывать примеры заднеприводных агрегатов в бытовой так скажем технике здесь как видите у Амира есть такой некий агрегат радиоуправляемая машина и как видите здесь она тоже электрическая и переднего привода у него нет только один задний привод при этом это самый настоящий дифференциал ну-ка Амирчик чуть-чуть дай газу давай газу продолжай давать газу простая конструкция рулевая колонка только на передней части и соответственно привод мотора только на заднюю ось тоже самое можно сказать про эту теслу она тоже является заднеприводной амирчик ну-ка покажи как ездит задний привод так я сейчас попробую зажать это колесо ну-ка давай попробуй чуть-чуть вот я держу одно заднее колесо и задняя с той стороны проворачивается а с той стороны нет соответственно никакого привода на переднюю ось нету крутится только задние колеса если они разблокированы вот вот этот шильдик означает то что это семидесятка 70 киловатт часов здесь нету никакой буквы d чтобы означало что это полноприводная модель и также нету никакой буквы p что означало бы что это performance model это самое так скажем простая но тем не менее из-за того что я живу в калифорнии и везде здесь есть зарядки суперчарджеры и можно я живу в частном доме то можно всегда зарядиться и с небольшой батареи на 70 киловатт часов в принципе это не составляет никакого труда просто побольше почаще заряжаться собственно заднеприводный автомобиль белого цвета как видите простой пример заднеприводного устройства является обыкновенный велосипед также обычный middle drive заднеприводные тоже велосипед вот тут вот редкие исключения это передний привод переднеприводный велосипед амира ну поскольку это такая уже переделка так скажем велосипеда почему же я выбрал автомобиль tesla model s и почему его очень выгодно и очень хорошо брать именно в калифорнии ни в каком-либо другом штате дело в том что компания tesla находится здесь во фриманте под порядка 15 миль вот с меня даже может быть меньше и поскольку у меня личного своего автомобиля нету я решил что я буду покупать электромобиль я на самом деле хотел покупать какой-нибудь за кэш автомобиль nissan leaf уже или некоторым уже всем известно или некоторым и я передумал подумал лучше я возьму автомобиль в кредит и это будет автомобиль высшим классом я буду им наслаждаться так скажем закрывая автомобилем и уходи отходя от него я буду смотреть ему вслед проверяя углубается мне автомобиль или нет nissan leaf я думаю такая тема бы просто не проканала по крайней мере на рам про мастер когда я от него отхожу я на него не смотрю ему вслед это мой автомобиль второй то есть личный мой автомобиль для удовольствия для дальних поездок для поездок куда-нибудь с велосипедом на какие-нибудь велосипедные покатушки вторая причина почему же я все-таки выбрал tesla model s это поскольку электрический полностью автомобиль поскольку мой рам про мастер жрет примерно 15 мпг то есть 15 миль он приезжает на одном галлоне бензина и это очень много то есть он примерно приезжает 335 миль на 78 10 долларов поскольку в калифорнии бензин очень дорогой и ездить так скажем на всякую такую мелочь клиентам или магазин это очень существенно дорого обходится если ездить на рам про мастер это в принципе кто-то скажет но рам про мастер же он дешевле в принципе сам автомобиль да но он и не так комфортен как tesla model s сейчас мы съездили всей семьей в такое так скажем небольшое путешествие по городам лос-анджелес и лас-вегас вернулись обратно проехали мы примерно 1400 миль общей сложности и при этом сэкономили сразу 225 примерно долларов только на бензине только вдумайтесь в эту цифру 225 долларов сэкономить на бензине и это только благодаря тому что мы ездили на электрической машине и у которой сеть супер чарджеров которые распространена уже по всему континенту северной америке в частности канада даже есть мексике и по всему сша и так скажем большое самое количество данный момент находится конечно этих супер чарджеров калифорнии на площадь так скажем всей общей калифорнии больше всего зарядных станций супер чарджер автомобиль примерно заряжается полностью от так скажем 50 процентов уровня заряда батареи до примерно 80 90 процентов батареи примерно за один час поскольку у нас маленькие дети нам в любом случае приходится останавливаться да и я сам не очень люблю очень длинные поездки в режиме нон-стоп и я люблю останавливаться просто размять ноги походить что-нибудь покушать и выпить какую-нибудь водичку просто обалдеть потусить просто отвести дыхание так скажем вот дороги поскольку дорога очень хорошая сша трассы в особенности и они просто убаюкивают и успокаивают следующее я рассматривал автомобиль все еще с гарантией и поэтому все же я взял автомобиль с 16 года чтобы у него была минимум какая-нибудь годовалая гарантия как я уже говорил в предыдущем видео я взял автомобиль с гарантией остаточные оригинальных 14 месяцев я посмотрю как будет себя автомобиль вести в течение этого срока и буду размышлять нужна ли вообще дополнительная гарантия для этого автомобиля поскольку в принципе ломаться конечно там есть чему но тем не менее надежность автомобиля из-за его колит из-за малого количества подвижных всяких запчастей крайне ничтожна и надежность так скажем в данном случае стремится так ну довольно таки большая надежность из-за малого количества движимых движимых запчастей в самом автомобиле следующая причина почему я все-таки выбрал tesla model s это поскольку и именно 2016 года поскольку новые автомобили tesla к примеру tesla model 3 она идет изначально с бесплатным суперчарджером но всего лишь на именно определенные размер зарядки то есть когда покупаете автомобиль tesla model 3 нам идет сразу предоплаченный так скажем суперчарджер на 1000 киловатт-часов к примеру мы приехали тысяч тысяч даже получается я полностью уже проехал 1500 миль на автомобиле за эту неделю и мы уже сожгли 480 киловатт-часов поскольку tesla tesla дает примерно на 1000 киловатт-часов рассудите то что это примерно будет 3000 миль всего 3000 миль можно расходовать примерно за ну пару-тройку месяцев минимум здесь в сша туда-сюда катаясь просто даже по городу по своим делам tesla model s в принципе она и имеет поскольку это более высокого класса автомобиль tesla model s имеет free суперчарджер на весь жизненный срок следующая причина покупки tesla model s это то что это автомобиль является самым безопасным и в принципе самым технологичным автомобилем на рынке на данный момент и компания tesla со своей сетью суперчарджеров это является очень существенным очень большим плюсом по сравнению с остальными автопроизводителями которые только приходят на рынок электроавтомобили такие так как фримеровый audi и трон или ягуар и пис или айпис и так далее или тот же самый какой-нибудь nissan поскольку все они имеют какие-то там небольшие коммерческие подряды по покам по зарядкам по зарядным станциям но они не имеют такой большой огромной сети которая в принципе будет рассчитана только на один автомобильный бренд ни у одного производителя нету такой огромнейшей сети tesla в этом понимании конечно пошла очень далеко вперед если какая-нибудь любая другая компания начнет делать что-то подобное по всему сша то минимум пять лет уйдет на строительство всех этих зарядных станций если даже она сейчас это начнет делать потому что к примеру компания tesla начала свое строительство суперчарджеров еще в 2012 году уже прошло порядка семи лет как они построили первый только суперчарджер сейчас насколько мне не изменяет память по всему сша примерно 1400 станций суперчарджер по всему сша по всему миру зарядных станций так пишет сейчас вот google 9800 суперчарджеров по всему миру даже в скором времени будет и в москве где-то в московской области станции зарядки суперчарджер именно от tesla по крайней мере это по планам на самом сайте tesla.com поскольку автомобиль является высокотехнологичным но много всяких приблуд примочек и поскольку я люблю всякие гаджеты это конечно автомобиль сугубо для меня так скажем кто-то всякие эти гаджеты телефоны прочую требуху всякие влоги youtube и прочую фигню такую не любит этот автомобиль точно не для таких людей которые не любят всякие современные технологии и всякую такую требуху также следующая причина по которой я его купил это то что я в принципе никуда никогда не тороплюсь если мне что-то нужно и куда-то доехать я как уже говорил не люблю эти всякие non-stop non-stopable передвижения я просто люблю ездить на короткие расстояния максимум два-три часа что в принципе мне вот этого трехчасовой период промежуток времени когда я за рулем мне его хватает выше крыши потом мне просто нужно отдыхать ну и следующая конечно причина когда ты едешь за этим автомобилем тебе не надо нигде заправлять его бензином автомобиль полностью электрический и это значит что у него нет никакой абсолютно огонь и выхлопных газов и прочей такой фигни то есть zero emissions нет выхлопов кто-то конечно же скажет что из-за наличия литиево-ионных батарей экологичность данного автомобиля остается под сомнением но данном случае автомобиль находится здесь и сейчас он является в принципе высокопроизводительным в том плане то что примеру если за и кто-то зайдет на любые его характеристики можно увидеть сразу то что у него примерно 90-110 mpg и мпг то есть estimated miles per gallon то есть если брать ту же самую kia sorento то у него примерно 25-28 мпг если ездить тупо по трассе если ездить по городу то у него мпг будет примерно 23 мпг.